Мобильная станция переливания сегодня вновь на площади Сахарова. Сначала анкетирование на состояние здоровья, потом уже сам забор крови. Среди сдающих 25 сотрудников завода «Роутер». Они это делают регулярно, раз в два месяца. Как-то специально готовитесь к этому процессу? Ну, конечно. Мы поднимаем гемоглобин. Вот у меня, например, проблема низких гемоглобин. И я принимаю препараты специально для того, чтобы его поддерживать на уровне. Нужно хорошо позавтракать обязательно в день сдачи крови. Возраст сдающего кровь не влияет на ее ценность. Специалисты отмечают, что среди доноров есть и те, кому уже больше 60. Главное, чтобы человек был здоров, не принимал на постоянной основе медикаменты, и его кровь по всем параметрам подходила нуждающемуся. Среди доноров сегодня был замечен и министр здравоохранения региона. Кровь он сдавал уже порядка 10 раз. Сегодня его поддержали сотрудники Минздрава в составе 20 человек. Наверное, и не важно, на самом деле, кому. Главное, чтобы она помогла. Поэтому, будь это больной с онкологическим заболеванием, или человек с потерей крови после ДТП. По сути дела, мы для этого здесь и находимся, чтобы помочь тому человеку, который в беде находится. Я сама попадала тоже в аварию, мне тоже переливали кровь, и я сразу не решилась, когда начала работать в министерстве, решила, что надо нашим помочь пациентам, врачам. Присоединилась к акции также в 2014 году. Я надеюсь, что наши сотрудники будут регулярно принимать участие в этой акции. Недостатков в донорах сейчас нет, говорят сотрудники Центра крови. 35 тонн – таков ежегодный запас края. И отмечают, доноров крови сейчас активно приглашают стать донорами костного мозга. В России создается свой регистр, ведь к Международному банку с начала СВО доступ ограничен. Почему доноры крови в этом случае наиболее подготовленная часть населения? На сегодняшний день забор костного мозга происходит практически так же, как и сдача крови. Простым языком сказать такой сепаратор, да? То есть человека подключают. И вот этот аппарат отбирает стволовые клетки. Он не берет как таковой костный мозг из кости. То есть и берется, значит стволовая клетка идет в отдельный пакет, а другие компоненты идут в другой пакет. И остальная кровь снова возвращается человеку. Попасть в регистр доноров костного мозга несложно. Требуется лишь сдать одну пробирку крови, чтобы врачи смогли провести типирование и внести человека в базу данных. Часто пересадка костного мозга от донора – последняя мера из всех возможных для спасения жизни больного. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.